Добрый день, уважаемые зрители. Эфир телеканала Абакан 24 продолжается. В эфире интервью, как всегда, с очень интересными, важными людьми. И разрешите мне представить моего гостя. Это военный комиссар города Абакана Николай Федорович Францевич. Здравствуйте, Николай Федорович. Добрый вечер. Николай Федорович, спасибо, что в своем плотном графике нашли время и пришли к нам в студию. Я так понимаю, у вас сейчас горячая пора. Продолжается осенний призыв. И какие планы на этот год? Что изменилось? Расскажите. Ну, призыв, да. Согласно действующего законодательства, это 53-й закон о воинской обязанности военной службы, с 1 октября по 31 декабря на территории нашей страны проводится призыв вооруженные силы Российской Федерации. Граждан по призыву. Ну, по-старому мы их называли призывники. Призыв у нас проходит планово. Срывов нет. Как всегда, мы этот наряд обязательно выполним. Ребята отправим в армию. Кроме этого, у нас продолжается набор граждан на службу по контракту, граждан в добровольческие формирования, в мобилизационный лесской резерв. Вот хотелось бы остановиться на мобилизационном лесском резерве, что это граждане заключают контракт. Это эксперимент уже до 10 лет и длится у нас в стране. И они находятся здесь и приписаны к воинской части, они заключают с ней договор. И вот раз в месяц приходят туда на проведение занятий на два дня и раз в год на месяц. За это им выплачивается денежная компенсация. То есть это получается такой мобилизационный резерв, если вдруг возникнет какая-то ситуация, эти люди нужны будут в стране, да? Так точно. Они приписаны к воинским частям, которые дислоцируются здесь у нас в Абакане. И они проходят вот эти споры и занятия на территории Абакана. И получается, это деньги заключают контракт. Это пользуется у нас популярностью? Да, да, да. Это очень пользуется популярностью, потому что, ну, как сказать, получается, человек, вот если он пришел на сборы, да, когда мы призываем на сборы вооруженной силы Российской Федерации, он получает двойную оплату. У него сохраняется и место работы, и заработная оплата на месте работы. И он получает денежное удовольствие как военнослужащий, проходящий службу по контракту в соответствии с воинским званием и воинской должностью. Николай Федорович, а есть какие-то определенные специальности, которые нужны мобилизационному резерву? Ну, есть такое понятие, собственно, называют. Это специалисты, обеспечивающие боевую способность частей и подразделений. Остродефицитные специальности – это обычно артиллеристы, связисты, саперы, снайпера. То есть те, которые пользуются большим спросом. Сейчас очень много водителей требуется вооруженной силы, механиков, водителей МТЛБ, танков, БМП и так далее. То есть это тоже востребованы очень нужные специальности. А возрастные ограничения? Возрастные ограничения сейчас сдвинулись в сторону увеличения. Так что из старших 50 лет люди идут служить, заключают контракты и проходят службу в вооруженных силах. И планируется в следующем году будет увеличен предел состояния, как мы по-старому называли, призывники. То есть граждане, не проходящие военную службу, подлежащие, не состоящие на учете, которые мы сейчас отправляем, которые будут проходить службу по призыву. Но граждане, если, значит, три года назад было, что граждане, имеющие высшее образование, сразу могли поступать на контракт, и потом сделали, имеющие среднее специальное образование, то есть техникум поставлен, да, который заканчивается, то сейчас может гражданин, даже имеющий среднее образование, сразу поступить на военную службу по контракту. Понятно. Николай Федорович, а вы все-таки скажите, пожалуйста, куда чаще всего отправляют призывников из города Абакана? Удается кому-то служить, так скажем, домом? Вот у нас тоже есть воинская часть в республике Хакасия. Да, вы знаете, у нас на территории нашей страны экстерриториальный принцип комплектования вооруженных сил. То есть живем в Абакане, служим где-нибудь на Дальнем Востоке, или в Москве, или в Ростове, вот, и отправляем служить ребят согласно полученного задания. Мы, начиная от Владивостока, Камчатки, кончая этим, Кенигсбергом. Калининградскую область. Да, в нашу Калининград, да, туда отправляем. Вот, и вниз до самого, значит, Каспийского моря тоже ребята идут служить. Но основная масса, конечно, остается служить, это в Центральном военном округе. Заявки с войск и частей там аккумулируются, сколько надо людей дать вооруженным силам. И вот сейчас очень много у нас контрактников проходит службу, поэтому нагрузка на призов по призову немножко снизилась. Вот, и потом получается этот Камочек, получается, назад. Москва, Генеральный штаб распределяет по округам и этим самым нашим флотилиям. Потом поступил у нас Центральный военный округ, он спускает по регионам. Вот поступает у нас в регион на Республику Хакасия, и военный комиссариат Республики уже распределяет по военным комиссариатам муниципальным. Согласно вот тех, которые мы даем, сколько можем призвать. Глава Федорович, вот все-таки скажите, сейчас у клонистов, так называемых, меньше? Да, у клонистов, к счастью, меньше, но, вы знаете, хотелось бы тоже пользоваться, что здесь в эфире, ну, как вот их называть-то, чтобы не обидеть? Очень, не очень много, но за призву, ну, бывает, там, до семи, до восьми человек подают в суд на решение призывной комиссии города Абакана, которые якобы не согласны с этим решением. Ну, не знаю, у них, может, лишние деньги вводятся, нанимают адвокатов на это. Даже так, да? Да, и вот я вам скажу, что ни один из подданных, вот в течение года, взять здесь год, почти как уже слушаю, и до этого, ну, Гузановалов, которые здесь не первый год работают в элькомате, ни один из призывников в суд не выиграл, ни городской, ни верховный. Просто это трата денег. Николай Федорович, а мамы приходят, просят у вас? Ну, всяко бывает, конечно, всяко приходит, бывает. Особенно часто возникает проблема, когда ребята вот учатся и теряют право на отсрочку. Ну, учился в одном университете или институте, или техникум там закончил, бросил по своей вине, не перевелся, понимаете, и поступил в другое, и считает, что вот, ну, он же учится, все, нет, ну, надо внимательно читать закон, там предоставляется отсрочка один раз на учебу, и оговорено, когда второй раз предоставляется, там это и есть случай предусмотрен. Но если человек по своей инициативе бросил, или по инициативе учебного заведения был отчислен, то он, естественно, право на отсрочку теряет. И вот приходит мамаша, вот вы как, а он же вот учится, все, ну, извините, у нас есть закон, он главенствует, поэтому мы должны действовать по закону, что мы и делаем. Скажите, пожалуйста, много ли ребят после того, как отслужили срочную службу, заключают контракты и продолжают службу в вооруженных силах наших? Да, есть нормально. Вот смотрите, если за прошлый год у нас за республику, ну, чуть более двух сотен было заключено контрактов, это отсюда из граждан, пребывающих в запасе, то за этот год, ну, только по городу Абакана мы уже за четыре сотни перевалили. То есть можно вот посмотреть, как вот эта вот специальная военная операция подвигла людей к тому, чтобы защищать свою Родину. То есть это у нас есть. Ну, давайте еще примем внимание то, что какие льготы сегодня есть у семей военнослужащих, да, достойная заработная плата, вообще уважение в обществе. Ну, и в принципе, да, такая профессия Родину защищать, это сегодня звучит особенно гордо, правда? Да, ну, еще древний Александр Македонский говорил, что если ты не хочешь кормить свою армию, не будешь, то будешь кормить чужую, которая тебя завоюет. Поэтому, ну, принятый ряд федеральных этих законов, нормативно-правовых актов, вернее, по, значит, обеспечению материальному, обеспечению по предоставлению социальных льгот, там, выделение, допустим, код для поступления детей, проходящих эту службу. И, кроме этого, еще принимаются региональные нормативы правовой акты и даже муниципальные. Вот могу привести пример для нашей республики, что принят региональный 12-й закон Республики Хакаси, он от 7 июля этого года, и там выделяется, не выделяется, значит, льготы какие предусмотрены? 50% коммунальных услуг, 50% за капитальный ремонт, и 8 тысяч выделяется на твердое топливо. Кроме этого, еще принят муниципальный правовой акт, который, значит, ребятишек в школе бесплатным питанием обеспечивается, и проезд в транспорте. То есть, ну, понимаете, что хотелось бы больше и надо бы больше, но, к сожалению, это все упирается в финансовую. Сами понимаете, что датированные, поэтому... И расходы сейчас очень большие. Очень большие, да. Ну, кроме этого, есть и указы президента, что при поступлении на службу, там вот, ну, и видели, наверное, рекламу очень большая, 194 тысяч при заключении контракта добровольцев не менее чем на один год, тоже это сразу разовая сумма выплачивается. Кроме этого, у нас еще регионально принято, что при заключении контракта и поступлении на службу выплачивается 50 тысяч еще дополнительно от республики. Николай Федорович, а скажите, а есть, ну, наверное, сейчас такое тоже в обществе о том, что никуда на приличную работу без армии не возьмут? Есть же такое? Ну, вы знаете, да, вот по беседе... Служба внутренних органов внутренних дел, прокуратуре, ФСБ... Совершенно согласен с вами. МЧС. И вот при, допустим, назначении судьи, там, мирового, или прокуратуре, следственном управлении для продвижения, вот фамилии не буду называть, но при назначении обязательный запрос приходит в военные комиссариаты, не только в военные комиссариаты, и в другие ведомства. И вот, ну, сегодня, допустим, вот как раз и отрабатывал этот документ, пришел запрос, человека назначают на судью, и мы проверяют все это, начиная, вот как он встал на воинский учет, нарушал ли он или нет. И если выявляется случай, были за ним какие-то погрешности, то, поверьте, таких людей не назначают. Кроме этого, которые уклонялись от воинской службы, если по старому закону был, он до 27 лет бегал, и ему были обязаны выдать военный билет, то сейчас, если он не имел законных оснований от службы, а бегал, прятался, после 27 лет появился, это с 2014 года, наконец-то, ввели, то тогда и выдается справка 1-у, взамен военного билета. И с этой справкой ни на госслужбу, ни в силовые структуры ведомства он принят не будет. Ну, и если нормальный руководитель, то таких, которые, ну, как сказать, прятались, линяли от армии, то он его брать не будет. Сколько у нас сейчас в Бакане подлежит призыву, ребят? Ну, где-то человек 150 мы примерно так призовем, вот этой осенью. Когда они проходят медицинскую комиссию, в первую очередь хорошая физическая форма, да, важна? Нету каких-то ограничений по здоровью? Или есть все-таки, может быть, со временем какие-то послабления? Нет, там это не послабление, это четко определено постановлением правительства о проведении вот этой медицинской экспертизы. Это постановление, оно не только для вооруженных сил действует Министерство обороны, оно также и МВД, ФСБ, все силовые структуры, вот это и одно оно. И там четко определено, как, какое здоровье должно быть у человека, какие болячки не позволяют его есть. Там категория годности, ну, давайте расскажу, вот категория годности А, это годен без ограничений. Категория годности Б, это годен с незначительными ограничениями, от единицы до четвертой, в зависимости от заболевания. Потом есть это самое В, это негоден к военной службе в мирное время, ограничено годен в военное время. То есть он сейчас не идет служить, но в военное время... Категория В. Да, он призывается. Вот мы и призывали, который В, то есть при мобилизации его можно призвать. Потом есть такая буковка Г, это временно негоден. До одного года ему предоставляется отсрочка для поправки здоровья, будем так говорить. И категория Д, это который негоден к военной службе с исключением с воинского учета. Игорь Федорович, в заключение нашей беседы интересно спросить вас, потому что вы всего год служите в нашем городе. Откуда вы к нам прибыли? Как вам в Абакане, в Хакасии? Ну, отлично. Очень нравится. Я до этого прибыл сюда с республики Тыва. Я проходил там службу, ну, начиная с зам военкома района, военком района, военком города, военком республики Тыва. Проходил, работал еще госслужащим. Это начальником мобилизационного управления республики Тыва. То есть, ну, порядочно поработал на этих должностях. Ну, Хакасия мне очень нравится. Здесь много и знакомых, и друзей. Еще в 2010 году по сертификату я приобрел здесь жилье. Отслужили, да? Да, отслужил, когда был этот самый уволен в запас. Так что очень нравится. Да, как дома. Я как дома. Люди очень хорошие, приятно служить и работать. Николай Федорович, я благодарю вас за эту беседу. Спасибо, что нашли время и пришли в нашу студию. Спасибо, что ответили на наши вопросы. Вам спасибо. Это была программа интервью эфира «Бакан-24». Продолжается. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова